Сучка. Эники, беники, ели вареники. О, нормально. Так, а я не могу... Может у тебя 5000 осталось, типа моих? В таком формате. Нет, 500 монет. Спасибо, спасибо. Ну что ж, получилось, что у нас 50 науки, 46 ремонт. Аутдорсмана я уж не буду тут обузить, покупать. Пошли в старый город, говорят, там весело. Какой-то декер. А это что? Полиция. Факда полис. Не хочу туда. И фарго трейдерс не хочу пока. Хотя нет, туда зайду. Че там? Торо. Еще работа. С буччем поговори. Ну пойдем поговорим, что там за бучч. Я знаю только бучч лесбиянку. Ой, господи. Это она. Я хочу узнать кое-что. И пустые разговоры, деньги на ветер. Ты здесь по поводу работы? Какой работа? У нас тут в последнее время пропало несколько караванов. Надо выяснить, что с ними случилось. Что-то в интервис. Узнай, кто этим занимается, а потом расскажи мне или убей их к чертовой матери. Мне все равно. Какие зацепки есть? Ну, люди рассказывают всякое. Ты... Ты... Ты вправду хочешь знать? В общем, говорят, что караванчиков убивают когти смерти. Но я больше ничего не знаю. Так, Бет, это, по-моему, баба. Типа. Которая торгует оружием. Балтливые девчонки. Насчет когти смерти. Думаю, что когти смерти убивает караванщиков. Может, еще братство встали в этом замечено. Очень уж они странные. Но это точно не торговцы водой. Кто такие когти смерти? Когти смерти самое страшное порождение войны. Кое-кто считает, что это призрак, который броет по пустошам. Но это не призрак. Он существует на самом деле. В нем 6 метров роста, а зубы у него размером с твою руку. Это демон, который возник здесь, когда земля корчилась в огне. Ух ты, знаешь, где его найти? Кажется, к юго-западу отсюда в старом городе живет мутант по имени Гарльт. Он единственный, кто видел эту тварь в ее логове. Милый старикан. Спасибо, пока. Пойдем узнаем, что за Гарльт. Пойдем узнаем, что за Гарльт. Заодно увидите старого Гарльта. Те, кто только в третий Fallout играл. Послушаем его веселую историю. У него шуточки заготовлены. Дайте мне чупа-чупс. Нет, спасибо. Обойдешься как-нибудь. Итак. Подбрось мелочишки, а. Пожалей бедного старого мутанта. Держи 25 баксов. Спасибо за щедрость. Знаешь, если бы я мог, я бы уже расплакался. Почему? С тех пор, как я сюда вернулся, хаберы мне покоя не дают. Все время кто-нибудь цепляется к бедному старому Гарльту. Но уехать я не могу. Все-таки здесь мой дом. Бедный Гарльт, что с тобой случилось? Расскажи мне о том времени. В начале загудели сирены. Хоть я тогда был молод, до сих пор все помню. Ужасные были годы. И вот однажды, утром, я покинул свое убежище. Чем ты тогда занялся? ...мотался от одного поселка к другому. Ох, много я тогда хороших ребят потерял. Бандиты грабили наши караваны. А уж сколько мутантов тогда расплодилось. Приходилось кормить целую армию охранников отовсюду. Но чаще всего с северо-запад. Вот, он сразу нам дает наводку на морепозу. Вы ходили туда? Мы снарядили экспедицию. Бедняга Ричард. Ричард Грей. Он повел туда наш маленький отряд. Ричард Грей? Доктор Ричард Грей. Чуть постарше меня, чертовски. Умный парень. Он и нашел эту чертову базу. И что же это было? Да, это старая военная база. Ох, много наших ребят там полегло. Что вы там нашли? Роботов и всяких других машин. Странно, что они все работали. Как будто никакой войны и не было. В общем, они рвали нас как тузик грел. Блин, так грустно у меня. Вы уничтожили роботов, что было потом? Мы забрались очень глубоко. Наших к тому моменту уцелело совсем мало. Грей, я и еще пара человек. А потом? Погибла Фрэнсин. Ее подстрелил робот. Марка ранили, его пришлось отправить на поверхность. Остались только мы и с Греем. Что случилось с Марком? Не знаю. Здесь он больше не появлялся. А я в пустыню больше не ногой. Так что, в общем, с тех пор я его не видел. А что стало с тобой и Греем? Мы нашли главную лабораторию или что-то подобное. Вот тогда-то все и случилось. Что? Сбил с ног робот-кран. Последнее, что помню, как Грей летел в какой-то чан с кислотой. Потом я отключился. И как же ты спасся? Меня убили. Моя любимая шутка. Очнулся я в пустыне, еле живой. Мне еще повезло. Через пару дней меня караван подобрал. Я тогда уже начал мутировать. Привезли меня сюда и вот с тех пор я здесь. Не знаю. Но все это началось после похода на базу. Может, из-за радиации? Я тогда не знаю. Вот Грей бы разобрался, если бы был жив. В общем, так все и было. Спасибо за историю. Что слушаешь старика? Блин, на самом деле, когда я на английском играл один разик, он как-то что-то там прикалывался. Тут что-то как-то грустно прям. Возьми двадцатку. Чем могу помочь? Давай про когтя. Когтя смерти. У него есть шипы и когти. Они пробивают любую броню. И он мало того, что здоровый как черт, так еще и очень быстрый. А у него есть слабые места? Говорят, лучше бить его в голову. Я бы целился в глаза. Тут правда есть одна сложность. Какая сложность? Нельзя на него смотреть. Говорят, что коготь смерти гипнотизирует взглядом. А потом убивает одним махом. Удачи. Она тебе понадобится. Какой-то грустный Гарольд. Я помню, вот на английском играл, он что-то там шутил постоянно. Ну окей, может я перепутал его с Петросяном. Да, грустная история, конечно. Но ничего, мы еще встретим Ричарда Грея дальше. В этой игре. Могу вас утешить, он жив. Если кого зацепила история старого Гарольда. Так, это дыра какая-то. Посмотрим. Зайдем везде. Может быть... Нет, здесь пусто. Где-то здесь, говорят, пушки продают крутые. Вряд ли тут. Может быть ты? Ну-ка. Добро пожаловать в магазин Джейка. У меня есть на продаже немало интересного. Давай посмотрим. Давай. Ну, в общем и целом у тебя и снайперка. Так, почем снайперка? Сейчас 10 тонн каких-нибудь. 3 971? Господи. Блин, сейчас. Только не надо делать так, что все вырастет в цене в 10 раз. Кэн, я тебя еще раз посмотрю. Так, сохран... Тихо-тихо-тихо-тихо. Сохранимся. Готово. Да. Тайка. Давайте торговать. 2 900. 3 100. Что-нибудь еще можно даже взять, наверное. Еще немножко патрончиков. С ней я довольно долго буду бегать. Эта пушка мне больше не нужна, так что... Плюс 30 монет ему сверху. 3 800. Суки, а. Да, блин. 3 900. 100. 65, что ли? Ну-ка. Е. Прекрасно. У меня есть отличное оружие. В принципе, можно было бы посмотреть, сколько у него та броня стоит. Но я не буду никого подпускать к себе. Честно говоря, мне кажется, я не буду качать энергооружие. Поэтому я вкинул бы вообще чуть ли не все в скрытность. Но я пока промакшу, да... Ну, не промакшу, а до 100 доведу. Тут замаксить невозможно. По-моему, ревел. Скилл кап 300. Привет. Передаю всем трактористам. Так. Ну ладно, пока так оставим. Так где этот декер, о котором я столько слышал? Из старого города. Тут что ли? Кто ты? Звать меня в лэнс, больше тебе ничего знать не надо. Подбросить тебе что-нибудь? Что продаешь? Вроде ты в норме. Вот мой товар наркотой, походу. Банчит, братишка. Ну да, неплохо, неплохо. Можно стимпаками затариться. Почем? 1100. Ну вот, все деньги потрачены, в общем-то. Но они и нужны, чтобы их тратить с другой стороны. Так, ну, рискну предположить, что декер где-то в этом здании. Потому что, как бы, я все проверил. Вот, например, здесь в подвальчике. Здорово, ребят. Есть что-нибудь из еды, блин. А, нет, по-моему, здесь не декер. Здесь какая-то другая фигня. Какие-то чуханы стоят. Так, ну-ка я сохранюсь. Сейчас какая-нибудь дверь взорвется. Блин, вот тайка ты встал, конечно, просто пушечно. Еще и дверь эта нарисована. Так великолепно, что прям... Тут какая-то гильдия воров, или что-то в этом роде, что ли. Ой, больно. Замучили. Просто пустите меня. Ну, чего опять-то... Лишняя, вот эту все. Могли бы просто принять меня с распростертыми объятиями. Я известный вор и одновременно лысая вампирша. И так, из Скайрима. Адюш!